Эстафета «Доброе мастерство» – это проект, поддержанный фондом президентских грантов. Мастера-ремесленники обучают рукоделию людей старшего поколения. Цель такой работы – возвращение к истокам русского народа и возобновление школы наставничества. Частью русской культуры было наставничество. Исторически сложилось так, что передача всех духовно-нравственных ценностей, умений, знаний, того самого культурного кода, который мы не осознаем, но который руководит нашими поступками и действиями в жизни, происходит через поколения. По мнению создателей проекта, суть наставничества – передача мастерства и жизненного опыта из поколения в поколение – сегодня утеряна. Поэтому цель эстафеты «Доброе мастерство» – это наладить связь между старшими и младшими путем совместного погружения в ремесленный труд. Осваивают и дерево, художественная обработка дерева. Наши женщины делали деревянные подставки, работали стамеской, наждачком, осваивают гончарное даже дело. Каждый изготовил себе чашку, миску интересную. Затем они вручную будут шить прихватки, игольницы, другие какие-то элементы. Ремесло – это не так сложно, как кажется. За несколько месяцев участницы эстафеты научились многому из того, за что боялись браться раньше. Я умею уже выпиливать. Я сделала себе подставку. Я работала с гончарным кругом. Я сделала чашку. Я уже сделала и теперь вазочку для цветов. Мы делаем игрушки интересные, наполняем. Мы их оживляем тем, что каждая из нас приносит что-то свое. Потом мы сегодня сделаем прихватку. Такую мы уже делали. Одним словом, с кожей занимались. Делали браслеты, а я почему-то решила, что можно сделать кожную закладку. Занятия проходят трижды в неделю. Каждый раз это новая техника. 17 мая мастерицы познакомились с лоскутным шитьем, секреты исполнения которого известны еще с Древней Руси. Многие считают, что лоскутное шитье – это шитье для бедных, но нет. Это шитье для бережливых, потому что ранее собирали лоскутки, потому что знали, как дорого достается ткань. Но сегодня у нас есть возможность, промышленность наша работает хорошо, у нас есть разнообразные лоскутки, которые мы можем собирать уже как украшения делать. После завершения цикла занятий участникам эстафеты добра и мастерства станут наставниками. Новое имение позволит познакомиться ремеслами подрастающего поколения и таким образом приобщить детей к традициям. Наши занятия мы проводим таким образом, чтобы наши наставницы могли полученные умения применить на практике. Не просто пошить, а мы еще показываем, как строится само занятие. Потому что наставницы пойдут работать и с нашим подрастающим поколением, и со своими сверстницами, и со всеми желающими. И они должны правильно организовать это занятие. Мы этому тоже обучаем. Наставницы уже знакомят с тем, чему обучаются младшие поколения. Маргарита Лисичкина, к примеру, признается, что обязательно научит ремесло внуков. Я сегодня младшей внучкой отправила, далеко за рубежом, отправила птицу, мы делали чайку. Я птицу сделала, ну как я ее вижу, да? И каково было мое удивление, когда я тут же получила ответ. О, какая чудесная чайка! То есть признали в моей птице чайку. То есть бабушка творит, внуки узнают. Для того, чтобы попасть на занятия эстафеты добра и мастерства, необходимо предварительно записаться на мастер-классы. Они будут проходить до 1 августа, после чего наставницы начнут самостоятельный путь в развитии своего творческого потенциала. Мария Олегина, Наталья Паньков, Севенфорумбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова